Приветствую вас. Начать, пожалуйста, свой ответ я бы хотел с того, что заметить, что мужчина по своей природе существо более логичное, более рациональное, чем женщина. И из-за этого, из-за разницы в мышлении, границы между восприятием мужским и женским соблюдать получается далеко не всегда. Вы говорите о том, что вас тема какая-то заводит и что на личности вы не переходите и так далее. И я вам верю. Это действительно так. Но женщина, ваша жена, считает, что вы как раз таки переходите на личности, когда начинаете с ней спорить. Ведь когда вы с ней спорите, по ее мнению, вы спорите с ней. Вы не спорите как бы на ту тему, которую вы обсуждаете, а вы спорите именно с ней. Так воспринимает женщина подобные вещи. Так воспринимает женщина любой конфликт. Она обращает его на себя. Она обращает его на вас. И поэтому, в позиции социологии, в позиции психологии общения, вы со своей женой ведете беседу продуктивную. То есть вы общаетесь на тему какой-то задачи конкретной, на тему какой-то проблемы конкретной. А вина ваша вступает в конфликт деструктивный, распространяя на вас и на ваши личности. А это все самые конфликты. И в этой ситуации, ну, надо понять вам, во-первых, что через подобный конфликт выражается недовольство вашей жены по каким-то проблемам, связанным именно с вашей жизнью совместно. То есть жена через данную ситуацию вам выражает свое недовольство, свое опасение проблемами и так далее. И если вы хотите ситуацию вот так решить, то нужно вам в этот момент, когда она говорит, что вы не выносим, что вы, так, значит, что я неприятен, вот, вам надо спросить у нее конкретно, чем вы ей неприятны, чем вы невыносимы для нее именно. Пусть она постарается вам ответить. Уверен, что всплывут некоторые конфликты между вами личностными, которые вы, скорее всего, не замечаете или не придаете сочинению. Это первое. Это первое. Второе. С женщиной спорить, когда вы спорите с женщиной, и видите, что она не является как таковым собеседником в диалоге с вами, в дискуссии с вами, не поддерживает именно вот тематическую дискуссию по заданной теме, то спорить с женщиной в этот момент совершенно не имеет смысла, потому что она мыслит не темой разговора, она мыслит в данном случае своим отношением к вам, вашими отношениями. И все остальное для нее это всего лишь способ доказать вам, что либо вы чем-то ей неугодны, либо она чем-то недовольна, то есть выразить неудовольствие чем-либо. Скорее всего темой, скорее всего в том, что вообще никак не связано с темой конфликта. И конфликт в данном случае это всего лишь пусковой механизм. Соответственно, вам необходимо контролировать себя, значит, и когда вы увидите, что ваши демократы надо переходить на личности, а тут же тему закрывать. То есть не полить с ней, не общаться с ней, а обратно-напросто тему закрывать. А мы все равно проделем, лучше еще раз говорю, вы ничего не добьетесь. Вы можете принимать ее позицию. Это очень, такая, знаете, распространенная стратегия в конфликте, когда человек принимает позицию оппонента, и принимая позицию оппонента, как бы расслабляет его, втираясь к нему в доверие, а после, постепенно, начиная пользуясь тем, что оппонент ему доверяет, значит, использовать свои аргументы, но в более мягкой форме. то есть вам необходимо согласиться со своей женой, когда видите, что она переходит на лестницу. Это как вариант, что делать. А после говорит ей, но мне непонятно, говорите вы, как тогда объяснить вот такое противоречие. ведь ваши аргументы это, по сути, элементы противоречивости. Так? Раз есть конфликт, у нас есть противоречие. Вот. И дайте возможность жених, при том, что вы с ее позиции согласились, объяснить ей то противоречие, которое волнует вас. пусть она говорит, а не вы. Вы же высказываете только про человека. Далее. Помимо той мысли, я надеюсь, которую вы поняли, что ваша жена, да и любую женщину не убедить, не переубедить, никакие факты, логики женщину не убедят, и она не хочет вас слушать. Тем более, здесь, если ваша жена явно чем-то недовольна в отношении вас. Вот. следующее, что можно вам сказать, это, ну, почему именно со своей женой вы обсуждаете темы, которые вас задевают. То есть, во-первых, во-первых, критерии этих тем, общие признаки этих тем, какие эти темы. Почему они вас задевают. Почему вы, значит, горячитесь. Может быть, вашей жене не нравится именно то, что вы горячитесь, и не можете остановиться, пока не приведете все аргументы. Она это воспринимает как агрессию. тем более, если она художник театра и телевидения. То есть, человек довольно творческий, наверное, такая тонкая натура, да, и так далее. Вот. Так почему же, почему же вы, да, гречите? что вас задевает? С чем связано то, что вы не можете остановиться, пока не приведете все аргументы? Для чего вы это делаете? Какую цель вы преследуете? Пытаетесь самоотвердиться, пытаетесь доказать что-то, пытаетесь повысить свое значение? Хорошо. Это неплохо. в контексте кого? Жизны? Или в контексте самого себя? Или в контексте общества? Какую цель вы преследуете, вы преследуете говорить сейчас? Понимаете, когда вас, когда вы говорите, что меня какая-то тема задевает, она задевает что-то лично в вас. и женщина на интуитивном уровне чувствует, что вас что-то задело личностно, и вы ведете себя именно как лично заинтересованный человек. То есть, вы проявляете агрессию. И поэтому она реагирует на это именно так. вы, в силу того, что у вас более развитая логика, способны осознавать, что вы аргументированно доказываете что-то, вы по теме обсуждаете, вы по теме говорите, но женщина, будучи более эмоциональным и интуитивным существом, понимает это, к сожалению, именно вот так. И поэтому у вас и возникает с ней ссоры. Вам нужно либо общаться с ней на другие темы, на эти темы с ней не общаться. Либо четко отслеживая свое состояние, если вам нужна будет помощь в работе с вниманием, то можно будет вам помочь именно тренировать внимание. но необходимо отслеживать свое состояние. Необходимо отслеживать свое эмоциональное состояние, либо контролировать себя, не впадая в горячку, либо на определенном этапе просто прерывая диалог, говоря, ну просто затихая, чтобы не доводить до конфликта. Вот. Либо вы с другими людьми общаетесь на эту тему. То есть, темы, эти, которые задевают вас, они, как правило, чисто мужские. Женщины, они по-другому относятся к темам, и политики, и всего того, что вас привозят. и поэтому эта тема, скорее всего, вашей жизни неинтересна, она ее не понимает. И это нормально. Нельзя требовать от нее, чтобы она понимала. Нельзя просить ее, чтобы она была вам, ну, например, там, обязательно другом, да, или собеседником, или кто-то еще. И для этого вам нужны другие виды. Соответственно, вопрос, обсуждаете ли вы другими эти темы? Если да, то получается недостаточно хорошо, если у вас остается еще энергия на обсуждение этого с шеменом. Если нет, то почему? и вот эти вопросы уже вам нужно самостоятельно разбирать. Эти вопросы уже вам нужно самостоятельно рассматривать, возможно, вместе с психологом, чтобы понять, что же с вами именно происходит, почему это девать, почему вы подаете в горячку, почему вы не можете остановиться, в чем ваша личная заинтересованность, и какой конфликт через эту личную заинтересованность у вас выражается, и почему вы именно пытаетесь обсуждать данные темы, а не с кем под другим. Ну и чисто можно сказать, технологическая сторона того, как нужно себя вести в этот момент, в зависимости от того, что вам удобнее, что вам проще, что вам легче. но здесь требуется внимание, как я уже сказал, с вопросом не было внимания, а стоит смотреть немного отдельно, в этом ответе я его не буду рассматривать, потому что, мне кажется, что и так получилось довольно много, больших ответов получился, вот, да и вас загружать информацией лишний раз я бы не хотел, может быть у вас все в порядке с вниманием, не хотелось бы носить раздрать в то, как вы взаимодействуете с окружающим миром и с людьми, но если недостаток во внимании вы ощутите, недостаток именно в умении удерживать свое внимание, да, вот, не сможете, например, обследовать свое состояние, не сможете концентрироваться на нем, то вот тогда, я думаю, уже можно будет вам обратиться к психологу, не ответственно ко мне, и проработать именно проблему внимания. Что касается всего остального, то мне кажется, что обладая аналитическим складом ума, раз вы исследователь, вам не составит труда понять, почему именно вас задевает какие-то темы, и почему вы впадаете в горячку, почему вы, по сути дела, начинаете так эмоционально, бурно, чрезмерно обсуждать то, что, в общем-то, является довольно отвлеченным. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!